Пейн Киллер, победившая боль В фильме снимались Эммануэль Вогье, Эрик Дэйн, Ричард Раундри, Винус Терзо, Уокер Ховард, Галлум Кейт Рэнни. Джейн, привет. А также в роли Найта Тейт Донован. Не хочешь поговорить? Станет легче, вот увидишь. Мне станет легче. Мама умерла, Карло. Композитор Брайан Тейлор. И сколько ни говори, назад ее не вернуть. Оператор Стивен Макнат. Мститель 1. Говорит земляк. Как слышите? Прием. Мститель 1. Прием. Мы готовы. Мститель на связи. Мы в зоне действий. Как понял меня? Советская. Чечня. Вас понял. Держите занятую позицию. Штаб специальных разведывательных операций. Пентагон. Как слышите? Вышли на заданные позиции. Продюсер Харви Фрэнд. Не будь мы сейчас в этой крысиной норе, капитан. Где бы вы хотели оказаться? В крысиной норе через улицу. А вы? Это только для взрослых. Мысли материальны. Так что осторожно, сержант. Группа захвата. Мы готовы, капитан. Ждем вашего приказа. Не слишком защищенная территория для героиновой лаборатории. Возможно. Земляк вызывает мститель 1. Прием. Есть изменения по обстановке. Как понял меня? Ответ отрицательный. У вас один дух у входной двери и шестеро в казарме. Можно начинать? Тебе решать, Джейн. Действуй самостоятельно. Не нравится мне это. Мы экипированы с иголочки. Хоть на дискотеку отправляйся. Мы готовы, земляк. Мы идем. Можете действовать. Повторите, как поняли. Вас понял. Авторы сценария. Джон Харрисон и Дон Кейт Оптер. Режиссер Сэнфорд Букстейвер. Вперед. Под прикрытием. Здесь что-то не так. Не похоже это на героиновую лабораторию. Пуститель 2, прием. Прием. Осмотреть все помещения. Флинн. Верни мою команду, сержант. Сержант. Что? Что? Где Флинн? Капитан. Капитан. Что с ним? Они все такие. Уходим. Скорее, пошли. Сержант, помогите ему. Быстро. Земляк. У нас биозаражение. Как понял. Нужен эвакуатор и команда скорой помощи. Срочно. Срочно. Спокойно, спокойно. Спокойно. Мы, солдаты Соединенных Штатов, выполняем операцию по борьбе с наркотиками по договоренности с правительством России. Спокойно. 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 Мститель 1, как слышите меня? Прием. Мститель 1, вы меня слышите? Мститель 1, вы меня слышите? Вольно, капитан. Рад тебя видеть, Джейн. И давно я здесь, сэр? Три дня здесь, пять со дня потери связи. Пять? А моя команда? Мы не смогли вернуть остальных. Что происходит, сэр? Продолжай. Пять? Пять? Шрамы зрубцевались, цвет ткани без изменений, отека нет. Ранам не более пяти дней. Что со мной случилось? Это нам предстоит узнать. Вы никогда не стучитесь? Извините, я не хотел. Кто вы? Грэм Найт. Доктор Грэм Найт. Вы не военный? Я? Нет, нет. У меня врожденный дефект. Трусость. Я из тех, кого военные призрительно называют гражданский эксперт. Эксперт в чем? У меня ученая степень по биотоксикологии. Я профессор колледжа Бреддок в Мэриланде. Полковник Уоттс попросил меня возглавить медицинскую бригаду по вашему случаю. По моему случаю? Я должен определить, какому заражению вы подверглись. Итак, школа спецподготовки в 1999, Конго 2000, Афганистан. Впечатляющий послужной список. У меня так называемый синдром отличника. Это еще мягко сказано. Здесь написано, что ваши родители умерли, когда вам было 15, и что вырастила вас старшая сестра. Как умерли ваши родители? Это так важно, доктор? История семьи всегда важна. Моя семья – армия. Но ведь вам должно быть очень трудно. Я пропустила ту часть вашего резюме, где говорится о подготовке по психологии. Я стараюсь проявлять внимание, капитан. Мне не нужны друзья. Мне нужно выйти из этой палаты. Выяснить, что со мной случилось, и наказать этих людей. Вы мне поможете? А вы позволите мне сделать свою работу? Двойной бургер с сыром и луком. Нет, лучше чили-бургер с картошкой фри и начо. А на десерт – молочный коктейль и взбитые сливки, пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Капитан Браунинг. А можно прокрутить на нормальной скорости? Это и есть нормальная скорость, полковник. И это означает? Что скорость метаболических процессов иммунной системы капитана Браунинг превышает нормальную в 20 раз. Мы не знаем, воздействию какого вещества она подверглась, но оно изменило ее. Другими словами, она не похожа ни на одного человека на планете. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вы ведете меня к начальству? Ваша новая палата, капитан. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Да, капитан Браунинг. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует... 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 разработкой психотропных препаратов и биологического оружия. Мы располагаем убедительными доказательствами, что операция в Советском — это часть его экспериментальной программы. Весь вопрос — какой именно? Почему мне раньше не сказали? А нечего рассказывать. Ваша разведывательная операция не дала никаких данных, указывающих на Ирфана. Откуда такая уверенность в его причастности? У любого биологического оружия есть свой маркер, своего рода генетический код. Каким бы токсином тебя не отравили, у него есть такие маркеры. Ты уже видела их. Это как личная подпись. Вы знаете, чем я заражена? Доктор Найт определил, чем ты не заражена. Ясно одно — Ирфан работает над новым препаратом, более опасным, чем те, с которыми мы сталкивались. Я требую немедленного назначения в подразделении, которые за ним охотятся. Это невозможно, Джейн. Тебя переводят на Аляску. Так будет безопаснее, по крайней мере, пока мы не выясним, чем именно тебя отравили. Этот человек виновен в смерти всей моей команды. Он в ответе за то, что случилось со мной. Я должна участвовать в его поимке. Прости, Джейн. Нет. Аляску. Продолжение следует... Капитан, я хочу, чтобы вы знали. Я просил разрешения и дальше работать над вашим случаем, но мне отказали. Так что... Больше я ничем не могу вам помочь. Останемся друзьями? Конечно. Капитан! Внимание, доктор Коллинз, вас ждут в отделении радиологии. Вам никогда не позволят вернуться. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Аэропорт Далеса, Вашингтон. Президентская зона. Продолжение следует... Продолжение следует... Даю слово, у тебя не будет никаких трудностей со сбытом. Ну как, договорились? Да, я беру. Отлично. Приятно было иметь с тобой дело. Слезай. Я сказала, слезай. Последний шанс. Нет, Леди, Ваш последний шанс со мной. И без глупостей. Держитесь крепче. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ну и как такая поездочка? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Стреляй! Стреляй! Я приказываю! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Порт Балтимора. Район складов. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ну ладно. Это моё логово. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ты ранена. Не важно. Я в порядке. А ты вор. Я предпочитаю называть это перераспределением собственности. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 ТЕЕ spkö В холодильнике полно этого добра. Возьми, если хочешь. Кто научил тебя гладить? Я самоучка. По крайней мере, есть чем заняться в два часа ночи. К тому же, это отличное средство от бессонницы. Сначала изнанка воротника, потом с концов к центру, потом переднюю часть и последнюю через рукава и спина. Эксперт. Армия научила меня всему, что я умею. Ну, все кончено. А ты посмотри на ситуацию с другой стороны. Откроешь, наконец, косметичку. Ты разве никогда не хотела? Так-то лучше. Я могу что-то сделать? Да. Проследи, чтобы я не проспала. Ник. Спасибо за все, что ты для меня сделал. Пожалуйста. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Она ушла? Да, но это еще не все Деньги Простите Субтитры сделал DimaTorzok Доктор Найт на консультации На консультации? Да, его все время вызывают в Вашингтон По правительственным делам Вы не в курсе, когда он вернется? Трудно сказать Мне нужно обсудить с ним свой диплом С ним как-то можно связаться? Нет, я не знаю Извините Я сейчас Секундочку Субтитры сделал DimaTorzok Простите Простите Это доктор Грэм Найт? Да, это он Грэм Найт Доктор Грэм Найт Отель Капитолийский купол Отель Капитолийский купол Вашингтон Округ Колумбия Встать в центр комнаты Руки за голову Сцепить пальцы Повернуться Джейм? Джейм? На пол Я так надеялся, что вы найдете меня, капитан Молчать Встаньте Сядьте на диван Кто вы такой? Лукас Хэнсли Военная разведка Чья? Наша А прикрытие зачем? У меня задание Я? Не совсем Я выслеживаю призрак Питера Ирфана? Никакого Питера Ирфана нет Его не существует Он фикция Маска Для чего? Не для чего А для кого? Для вашего шефа, Джейн Для вашего командира полковника Иена Уотса В конце 80-х наша страна активно разрабатывала программу биологического оружия Вы знаете оборонительные цели и сценарии «Что если?» Так вот, угадайте, кто ее возглавил Из-за сильного политического давления программу пришлось закрыть Однако тогда очень многим отрешения не понравилось Вы хотите сказать, что Уотс продолжал ее? Да, без огласки На свой страх и риск У него было отличное прикрытие Питер Ирфан Противник без лица На которого можно было с легкостью свалить что угодно Если кто-то подходил близко к раскрытию тайны Фантом, которого нельзя поймать, потому что его не существует Зачем? По-видимому, операция Уотса была призвана перерасти в нечто более амбициозное Нам кажется, он нащупал пути использования новейших достижений В области биоинженерных технологий Для изменения способностей человека Вы лжете? Нет Получалось то лучше, то хуже У его подопечных действительно развивались новые способности Ничего сверхъестественного Просто они превзошли самих себя Звучит знакомо, не так ли? Однако произошла ошибка Все они умерли Съеденные заживо собственными клетками Это было до начала вашей операции Мститель Советская Это была акция Уотса, пока вы не вмешались Если так, зачем он нас туда послал? Он не посылал Вы сами нашли цель, помните? Вы действовали так слаженно, что он не мог остановить вас, не обнаружив своих намерений Он вынужден был впустить вас туда, но он не собирался выпускать вас Неужели вы не понимаете? Он же предал вас Он предал И он знает Что вы единственное, кто выжил Единственное, кто может ускорить биологические часы эволюции Поэтому вы были так нужны ему на Аляске Только поэтому Плечь на пол Джейн, Джейн, подумайте Не дайте своим эмоциям одержать верх над разумом Живо Послушайте, Джейн Вам нужен человек Которому вы будете доверять Мы с вами можем работать вместе Помогите мне выбраться отсюда Мы с вами разоблачим его А потом что? Вы со своими ребятами за это получите кусочек меня? Джейн, наверное, это трудно понять Но я могу помочь вам Мы с вами Капитан? Капитан! Капитан! Мистер Пирс У вас найдется минутка? Так вы говорите, что вы просто жертва, да? У меня был выбор Либо согласиться, либо умереть Что мне оставалось делать? Сколько она здесь была? Двадцать четыре часа Ее состояние? Мне показалось нормальным Она что, шпионка? Террористка? Я оставлю вам номер своего телефона Если она появится, немедленно позвоните мне Она сюда не вернется Вы согласны играть на моей стороне, мистер Пирс? Или Попробуйте представить Приятно иметь дело с таким человеком Субтитры подогнал «Конус» «Конус» КОНУКИ «Конус» КОНУКИ Он идет Привет. Привет. Ты права. Я одна не справлюсь. Здесь ничего не изменилось. Кроме меня. Я посмотрю? Да. Когда это случилось? Три дня назад. Трудно поверить, да? Хотела бы я, чтобы ты толгала. Было бы смешно, если бы не так пугала. Почему ты раньше молчала? Не хотела тебя втягивать. Это слишком опасно. Прости, Карла. Я отчетливо вижу, как приходят и уходят люди, как мелькают заголовки в газетах. Как будто мир – это огромная головоломка, кусочки которой разбрасывает ветер. Когда ветер стихает, понимаешь, что все уже совсем по-другому. Твой мозг действует так же, как тело. Связи устанавливаются гораздо быстрее, но при этом абсолютно нормально. Это убьет меня, да? Нет, я этого не говорила. Но мне необходимо провести некоторые исследования. Как только я объявлюсь, они превратят меня в лабораторную крысу. Джейн, я твоя сестра, и не позволю им добраться до тебя. Именно это мы с тобой и сделаем. Что? Пусть они доберутся до меня. И ты им поможешь. Пусть они доберутся до меня. Бизнес процветает, да? Как ты сюда пробралась? Классный цвет. Пустяки по сравнению с другими местами, куда мне надо было попасть. Где мои деньги? Я знаю, как ты можешь их вернуть. Работать за свои собственные денежки? Не совсем так. Деньги не твои. Слушай, я доверился тебе, и что я получил? Ты меня обчистила. Почему бы тебе прямо не сказать, что ты задумала? Скажи просто, Ник, мне нужна твоя помощь. Ну, давай же. Это не трудно. Ник, мне нужна твоя помощь. И что же тебе нужно? Так что случилось? Вы уверены, что это доктор Найт? Сестра Браунин, сэр. Она хочет разговаривать только с вами. Я перезвоню. Вот, слушай. Моя сестра хочет сдаться. Выходите из здания один. Поезжайте по шоссе И-95 до Балтимора. Выход на Иденбульвар. Поверните на Ферн. Пересеките третью улицу. Справа от вас будет узкая подворотня. Он на месте. Будьте наготове. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Ничего, полная тишина. Но вы находитесь рядом с ним. Забирайтесь. Добро пожаловать в страну вас, полковник. 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 Продолжение следует... Ладно, как скажешь. Тебя не узнать. Какое странное место для встречи. Вам вряд ли захочется иметь пару сотен свидетелей. Я на твоей стороне, Джейн. На какой? Что произошло, то произошло. Я могу только пообещать тебе свою защиту. Как в советском? В чем дело, полковник? Вы, кажется, волнуетесь. Джейн, послушай, если бы я мог предотвратить то, что произошло... Хватит отговорок. Теперь это касается только вас и меня. О чем ты говоришь? Они знают, что в советском это была ваша операция. Они? Военная разведка. Капитан Лукас Хинкли. Кто? Хинкли, Лукас, капитан. Впервые слышу. Но кто такой Грэм Найт, вы знаете. Так это его идея. Это он устроил нашу встречу. Субтитры создавал DimaTorzok. Продолжение следует... Настоящий Грэм Найт умер. Мои люди нашли его с перерезанным горлом в его доме во Флориде. Я узнал об этом час назад. Ты не понимаешь? Найт и есть Ирфан. Он использует нас. Тебя, меня, всех нас. Через тебя он хочет добраться до меня. Если вывести меня из игры, ты будешь полностью в его власти. Стой! Назад! Ник! Ник, сюда! Я за снайпером. Отойдите! Пропустите меня! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Джейн? Я нужен тебе. Помнишь? Я хочу знать, что вы мне ввели. Этот вопрос ты должна задать себе. Так что? Это часть тебя? Ты дала мне это, Уилкинс? Свою кровь? Нет, гораздо больше. Поразительно. Даю вам три секунды на то, чтобы одуматься. Со временем нашей недолгой встречи в Советском, все тебя только спрашивают, что с тобой сделал вирус. А меня интересует другое, что ты сделала с вирусом. Теперь я это знаю. Ты помогла мне перескочить миллион лет. Ты следующая ступень эволюции человека. Ты, ты, новая Ева. Вы сумасшедшие. Нет, и со временем твое мнение изменится. Не мог же я оставить тебя таким кретином, как Уоттс. Откуда им знать, как надо обходиться с таким уникальным явлением, как ты, Джейн? Почему мы должны довольствоваться тем, кто мы есть? Зачем ограничивать себя случайными рамками природы, создавшей нас? Я уверен, что мы должны стать больше, чем мы есть сейчас. Что, если у нас есть шанс измениться? Или изменить человечество? Смысл жизни не в том, чтобы быть, а в том, чтобы стать. Стой! 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 Будет больно! Капитан Джейн Брауни, 1980-2005 год. Только подумай, что можно было бы с ней сделать? Она бы не согласилась, чтобы ее использовали. Теперь она никому больше не нужна. Капитан Джейн Брауни Капитан Джейн Брауни Продолжение следует... Продолжение следует... Тебя все устраивает? Новое имя, новая жизнь, свидетельство о рождении, водительские права, страховое свидетельство... Все чисто. А эту яхту тебе оставил дядюшка вместе с кругленькой суммой в придачу. Спасибо. Как будешь расплачиваться, мы потом придумаем. Мы не нашли ни ампулы, ни пузырек? Нет. Он лежит на дне потомака вместе с Арфаном. Ань, мне надо выпить. Ты угощаешь, ладно? Пошли в лагуну. Что это? Жук-скоробей. Египетское божество. Символ возрождения. Ну что? Одна большая счастливая семья? Да. Да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Два месяца спустя. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Господа, мы готовы начать. Бейн Киллер, победившая боль. В фильме снимались Эммануэль Вокье, Эрик Дейд, Ричард Раунтри, Винус Терзо, Уокер Ховард, Галлум, Кейт, Ренни. Джейн, привет. А также в роли Найта Тейт Донован. Не хочешь поговорить? Станет легче, вот увидишь. Мне станет легче. Мама умерла, Карло. Композитор Брайан Тейлор. И сколько ни говори, назад ее не вернуть. Оператор Стивен Макнат. Мститель один. Говорит земляк. Как слышите? Прием. Мститель один. Прием. Мы готовы. Мститель на связи. Мы в зоне действий. Как понял меня? Советская. Чечня. Вас понял. Держите занятую позицию. Штаб специальных разведывательных операций. Пентагон. Как слышите? Вышли на заданные позиции. Продюсер Харви Фэнд. Не будь мы сейчас в этой крысиной норе, капитан. Где бы вы хотели оказаться? В крысиной норе через улицу. А вы? Это только для взрослых. Мысль материальна, так что осторожно, сержант. Группа захвата. Мы готовы, капитан. Ждем вашего приказа. Не слишком защищенная территория для героиновой лаборатории. Возможно. Земляк вызывает Мститель. Один прием. Есть изменения по обстановке. Как понял меня? Ответ отрицательный. У вас один дух у входной двери и шестеро в казарме. Можно начинать? Тебе решать, Джейн. Действуй самостоятельно. Не нравится мне это. Мы экипированы с иголочки. Хоть на дискотеку отправляйся. Мы готовы, земляк. Мы идем. Можете действовать. Повторите, как поняли. Вас понял. Авторы сценария Джон Харрисон и Дон Кейт Оптер. Режиссер Сэнфорд Букстейвер. Вперед. Под прикрытием. Кто? Город. И. Субтитры сделал DimaTorzok Здесь что-то не так Не похоже это на героиновую лабораторию Пуститель 2, прием! Прием! Осмотреть все помещения! Флинн! Верни мою команду, сержант Что? Что? Где Флинн? Капитан Что с ним? Они все такие Уходим! Скорее, пошли! Сержант, помогите ему! Быстро! Земляк! У нас биозаражение, как понял Нужен эвакуатор и команда скорой помощи Срочно! Спокойно! Спокойно, спокойно! Мы солдаты Соединенных Штатов Выполняем операцию по борьбе с наркотиками По договоренности с правительством России СИГНАЛИЗАЦИИ ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Мститель-1, как слышите меня? Прием! Мститель-1, вы меня слышите? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Все хорошо, хорошо. Что происходит? Где я? Ты в военно-медицинском центре Вирджинии. Вольно, капитан. Рад тебя видеть, Джейн. И давно я здесь, сэр? Три дня здесь, пять со дня потери связи. Пять? А моя команда? Мы не смогли вернуть остальных. Что происходит, сэр? Продолжай. Что происходит? ХОМММЕНТЫ РАКЛИЙ СОБАР РАКЛИЙ СОБАР РАКЛИЙ СОБАР Шрамы зрубцевались, цвет ткани без изменений, отека нет. Ранам не более пяти дней. Что со мной случилось? Это нам предстоит узнать. Вы никогда не стучитесь? Извините, я не хотел. Кто вы? Грэм Найт. Доктор Грэм Найт. Вы не военный? Я? Нет, нет. У меня врожденный дефект. Трусость. Я из тех, кого военные призрительно называют гражданский эксперт. Эксперт в чем? У меня ученая степень по биотоксикологии. Я профессор колледжа Бреддок в Мэриланде. Полковник Уоттс попросил меня возглавить медицинскую бригаду по вашему случаю. По моему случаю? Я должен определить, какому заражению вы подверглись. Итак, школа спецподготовки в 1999-м, Конго 2000-м, Афганистан. Впечатляющий послужной список. У меня так называемый синдром отличника. Это еще мягко сказано. Здесь написано, что ваши родители умерли, когда вам было 15, и что вырастила вас старшая сестра. Как умерли ваши родители? Это так важно, доктор? И история семьи всегда важна. Моя семья – армия. Но ведь вам должно быть очень трудно. Я пропустила ту часть вашего резюме, где говорится о подготовке по психологии. Я стараюсь проявлять внимание, капитан. Мне не нужны друзья. Мне нужно выйти из этой палаты, выяснить, что со мной случилось, и наказать этих людей. Вы мне поможете? А вы позволите мне сделать свою работу? Двойной бургер с сыром и луком. Нет, лучше чили-бургер с картошкой фри и начо. А на десерт – молочный коктейль и взбитые сливки, пожалуйста. А на десерт – молочный коктейль и взбитые сливки, а на десерт – молочный коктейль. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры создавал DimaTorzok Хорошая новость состоит в том, что она не заразна. А плохая? Даже не знаю, можно ли это считать плохой новостью. Чтобы проверить, какому заражению она подверглась, вирусному или бактериальному, мы вводили разные типы антигенов в пробы ее крови. Затем, чтобы получить образец для сравнения, мы взяли кровь у одного из лаборантов и заразили ее вирусом кори. У здорового человека защитные силы клеток крови активизируются и убивают чужеродные клетки в течение 45 секунд. Теперь мы вводим тот же самый вирус в пробу крови капитана Браунинг. А можно прокрутить на нормальной скорости? Это и есть нормальная скорость, полковник. И это означает? Что скорость метаболических процессов иммунной системы капитана Браунинг превышает нормальную в 20 раз. Мы не знаем воздействию какого вещества она подверглась, но оно изменило ее. Другими словами, она не похожа ни на одного человека на планете. Сюда, капитан. Вы ведете меня к начальству? Ваша новая палата, капитан. Ваша новая палата, капитан. Да, капитан Браунинг. ПОДПИШИСЬ! 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 Простите. Нужно стучаться, да? Я принёс вам нормальную еду. Помогает. Но она не очень полезна, доктор. Я обманываю ваших сплохранителей. Не расстреляй же меня за это. Спасибо. У меня плохие перспективы, да? Понимаете, Джейн, есть два способа смотреть на вещи. Это древняя китайская мудрость. Верхний иероглиф означает опасность, нижний – возможность. Два иероглифа, одно слово – перелом. В любом переломе заключены оба эти понятия. Выбор за вами. Не хотите со мной? Нет, мне пора работать. Мы определим эту заразу, Джейн. Обещаю вам. Вы не поставили в известность нас. Я не подчиняюсь тебе, Дон. Но это вопрос национальной безопасности. Мы не знаем, с чем имеем дело. Мы уверены только в одном. Её может ожидать то же самое, что людей из советского. Кто ещё в курсе? Бригада медиков. Что ей сказали? Джейн – светлая голова, умный офицер. Не сомневаюсь, очень скоро она догадается, что к чему. Этого я и боюсь. Такой ценный экземпляр. Она не экземпляр. Она солдат. Солдат, который получил три поля и через пять дней встал на ноги. Я хочу знать, что это. И когда мы сможем повторить такой результат. Вам ясно? Хорошо. Технология и эволюция. ДНК. Друг или враг. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Что ты здесь делаешь? Меня вызвали. Пойдем прогуляемся. Мне сказали, тебя тяжело ранило? Да, но мне уже лучше. Ты никогда не умела врать. Тесты еще не закончены. Какие тесты? Я не врач. А я врач. И хочу знать. Карла, мы не в школе, это армия. Я не имею права тебе рассказывать. Очень жаль. Ты же все прекрасно понимаешь. Почему ты такая, Джейн? Какая? Скрытная. Ты обязательно должна справиться совсем в одиночку. Неужели тебе не хочется поделиться со мной? Карла, я офицер армии США. А я твоя сестра. Ты не должна ничего от меня скрывать. Зря ты пришла, Карла. Субтитры сделал DimaTorzok